добрый день дорогие друзья здравствуйте уважаемые друзья и коллеги рада вас приветствовать на прямом эфире я рима корнеева директор центра научных разработок и сегодня у нас с вами очень болезненная тема тема посвященная морщинам и тема который волнует буквально всех причем самого юного возраста мы немножечко ждем здравствуйте помашите мне если вы меня видите и слышите и так еще раз здравствуйте я вас всех вижу и всех очень рада видеть снова на прямых эфиров beauty faberlic beauty love сегодня еще раз повторяю у нас с вами очень болезненная тема посвященная морщинам морщины глубокие складки мелкие морщины мимические морщины морщины на лице и даже морщины на теле это всех волнует почему поговорим мы почему-то думаем что еще немножечко буквально буквально немножечко ждем по минутку и начнем с вами беседы на тему морщин я сегодня вам расскажу почему они образуются немножечко погрузимся в строение кожи чуть-чуть анатомии но как всегда без этого не обойтись иначе мы с вами не поймем как с этим бороться объясним вам какие процедуры какие процедуры действительно возможно использовать для того чтобы предотвратить их появление сгладить существующие морщины и сделать визуальный образ значительно более приятным и понятным что еще мы послали внимательно и подробно разберемся в составах препаратов которые конкретно борются с морщинами и самое главное ну любите свои морщины и всегда будете выглядеть хорошо не надо быть социально озабоченным морщинами которые так вас беспокоит ну что начинаем и так еще раз рада вас всех приветствовать на прямом эфире faberlic beauty lab сегодня я рима корнеева директор центра научных разработок компании faberlic главный эксперт по уходу за кожей мы поговорим с вами сегодня об образовании морщин о причинах моря их появления и так далее и так морщины знаете вы внимательно смотрите на себя по утрам по вечерам в зеркало и думать блин опять появилась какая-то морщина залома на лбу в межбровные складки их складки появились и лицо деформировалось боже моя мне всего-то ничего сколько лет что же будет дальше и потом до образование морщин неизбежный возрастной процесс который конечно мы с вами полностью не остановит нужно быть все равно оптимистами несмотря ни на что все дело в анатомии потому что первые морщины которые вообще появляются это морщины вы можете заметить уже лет 20 25 но почему же они бывают да потому что вы улыбаетесь да потому что вы гримачничаете вы выражаете эмоции которые отражаются на вашем лице а мимических мир мышц у нас на лице огромное количество каждый из них сокращается и постепенно появляются мелкие заломы по всему прочему негативные факторы ну немножко банальности которые в общем-то тоже добавляют вам морщин на лице это внешне и внутри негативные факторы конечно же стресса еще повторяю немножко банальности вы про это знаете хронические переутомления кто из нас вообще не переутомляется особенно сейчас и не стрессует особенно в условиях пандемии недосыпание ну да нам приходится всем работать в достаточно ритме таком и у нас куча обязанностей требует ранного пробуждения и поздного засыпания мы не высыпаемся довольно часто не очень хороший воздух не хорошая атмосфера загрязнение внешней среды кроме всего прочего малоподвижный образ стали сели в автомобиль дошли до метро сели в метро почитали книжку вышли снова сели за компьютер и так далее мы недостаточно ходим недостаточно двигаемся наши три тысячи шагов которые мы обязаны проходить каждый день увы никогда почти не случаются если вы об этом специально не заботитесь неправильное питание но в чем она неправильная может быть способствует появлению морщин ну да избыток глюкозы гликированный гемоглобин и вообще куча гликировых избыток глюкозы может повредить и коллаген в том числе кроме гликация коллагена и вообще проблема коллагена мы о нем поговорим чуточку дальше вредные привычки увы курение это огромный поток негатива который попадает агрессивных факторов которые попадают попадают на поверхность кожи и тоже приводит к тому что кожа вы теряет тонус упругости начинают образовываться морщины алкоголь увы он задерживает воду и кроме всего прочего знаете посмотрите на лица людей которые ну достаточно злоупотребляют алкоголем хабитус алкоголикус типичное проявление в виде мешков под глазами и так далее говорит о том что соединительная ткань ослабла и отеки которые приводят к растяжению кожи тоже приводит к появлению морщин и правильный уход за кожей ну такой тоже случается но здесь важно соблюдать тактику и стратегию ухода за кожей это тема отдельно с нами нашего нашего вебинара и так далее резкий набор веса и наоборот резкое похудение вот этот эффект йо-йо так называемый так называют его диетологи когда вы поправились похудели поправились похудели а кожа стягивается сужается и обвисает образуются морщины но и неуемная страсть к загару к соляриям или когда вы находитесь на солнце под прямыми солнечными лучами не заботясь о защитных факторов с вы самым высоким спф неважно какой у вас фото тип кожи кроме всего прочего давайте разбираться в морщинах давайте чуть-чуть анатомии я даже попробовал нарисовать картинки которую попробую вам сейчас показать надеюсь это будет видно вот это каляка-маляка не что иное как строение кожи схеме вот эта верхняя часть это эпидермис это тот интерфейс который вы видите сейчас на экране своих телевизор в зеркале это эпидермис вот это вот расстояние между вот этой волнистой линии это эпидермис та самая тончайшая пленка которую покрывает поверхность кожи вот здесь здесь образуются самые первые мимические морщины далее вот эта волнистая линия на которой сидят клетки эпидермиса клетки базальная мембрана которые непрерывно делятся и постоянно идут бегут поверхности кожи чтобы ее обновить мы про это вам с вами рассуждали когда не когда раз я рассказывал вам про пилинги а вот эта волнистая линия она такая должна была быть когда вы были молоды это линия которая соединяет эпидермис и дерму здесь находится базальная мембрана и вот в этой зоне сидит один из самых важных коллагенов он называется якорный коллаген коллаген типа типа 7 он скрепляет эпидермис и дерме не давая коже обвисать и вот эта линия должна сохранять вот эту волнистый это это дополнительная опора для вашей кожи вот эти зеленые столпы это не что иное как коллаген типа 1 самый толстый самый прочный коллаген это колонна которая поддерживает вашу кожу изнутри вот эти вот мелкие фибрилы которые находятся между всеми в пространством это коллаген типа 3 это так называемый молодой ретикулярный коллаген который заполняет все внутреннее пространство делаю кожу достаточно плотной дальше это уже идет жировая прослойка липидная наша часть мы про нее сегодня говорить не будем и так эпидермис базальная мембрана дерма эпидермальные соединения которые удерживаются коллагеном типа 7 якорным коллагеном толстые толстые столпы коллагена это коллаген типа 1 опоры нашей кожи а уже вот этот вот мелкий коллаген молодой коллаген которого очень много когда вы достаточно молоды и где-то годам 40 45 его количество резко снижается и количество коллагена уменьшается в коже образуются буквально дыры и зазоры вот собственно самое простое что вы должны помнить и что же происходит когда образуются морщины про классификацию мы поговорим чуточку позже смотрите это все тот же эпидермис видите провалы это вы сморщили лоб или долго много улыбались и появились складки заломы первые тонкие пунктирные малые морщинки которые называются поверхностные или эпидермальные морщины совершенно тонкие линии которые ну пока еще не приводят каким-то визуальным резким симптомом постарение вашей кожи но тем не менее они же могут появиться если в коже не хватает влаги например достаточно сухая тонкая кожа очень подвержена вот этому влиянию и в эпидермисе начинает образовываться заломы эти такие морщины могут углубляться и постепенно постепенно достигать уже той самой базальной мембране вот тогда они будут уже не почти необратимы вот эти вот маленькие морщинки мы еще можем вернуть на место мы еще можем исправить ситуацию но а далее начинает образовываться глубокие морщины собственно глубокие морщины которые в итоге появляются на коже уже после 30 35 лет первый такой очень критичный я бы сказала возраст реперная точка от которой нужно начинать отсчет это 35 36 лет когда очень становится резко заметны морщины на лице и так эпидермис морщинки и вот она видите помните вот эту визуальную линию раньше какая она была глубокая волна а сейчас распрямилась практически это уже к 35 45 годам становится достаточно очевидно между эпидермисом и дермой образовался зазор кожа начинает провисать вот эти вот якорный коллаген потихонечку отрывается и к сожалению перестает удерживать эпидермис и дерму этот зазор все время увеличивается и увеличивается ну а дальше внутри идут тоже процессы вот эти столбики гемоглобина начинают падать вниз и вместо столбов превращаются постепенно в глобулы в шарике перестает опора изнутри поддерживать кожу и в этом месте начинают образовываться провалы морщины поверхностные провалы в коже начинают образовываться складки количество коллагена молодого коллагена типа 3 начинает резко уменьшаться ну еще кроме всего прочего никто не отменял гравитацию то есть овал лица так называемые гравитационные морщины начинают проваливаться и постепенно обвисание кожи гравитационный птоз приводит к образованию уже носогубных складок опускаются уголки губ опускаются уголки глаз то есть то что собственность нас очень сильно уже начинает беспокоиться после 45 лет ну да к сожалению такая ситуация присутствует но уже совсем возрастные старческие морщины это то что начинает появляться после 55 60 лет и после того как наступила именно пауза не хватает гормонов женских половых в том числе и это приводит к тому что да уже процессы идут достаточно быстро иногда необратимо и мы уже с вами наблюдаем увы достаточно очевидные стигматы возраста ну и что делать хроностарение никуда не денется будем бороться итак главный вопрос который волнует всех если уже 25 лет появляются первые морщины то надо ли колоть ботулотоксин начиная с 25 лет к сожалению среди моих пациентов встречаются очень юные барышни которым то что я видела буквально не так давно им 25 лет в течение последних пяти лет они отчаянно каждые полгода вводят себе достаточную дозу ботулотоксина и что вы думаете их избавил от морщин нет на лице маска более того происходит эффект накопительный но а к моменту когда им действительно понадобится бороться с морщинами тут уже к сожалению ботулотоксин не поможет поэтому поэтому не стоит наверное начинать рано избавляться от мимических морщин если даже они вас очевидно начинают беспокоить смотрите ботулотоксин показан наверное в очень небольших дозах только при очень тонкой сухой кожи в тот момент когда после 30 35 лет не стоит начинать это делать раньше еще раз повторяю когда вам действительно понадобится его помощь он будет уже к сожалению бездействием потому что со временем возникнет привыкание на самом деле про ботулотоксин поговорим чуточку дальше когда я буду вам рассказывать про препарат стоп морщины но а так это вам на всякий случай такое маленькое предупреждение помогают ли омолаживающие процедуры ну да помогают и какие они бывают и так способы борьбы борьбы с морщинами пилинги мы про них с вами говорили достаточно давно не так давно точнее достаточно подробно и так что такое пилинги в двух словах нас помню от английского пил of пилинг это называется счищать задача их это убрать отмершие клетки с поверхности кожи и самый главный механизм их действия помимо того что они просто уберут поверхность отмершие клетки заставив встать на их место более молодые клетки запустится процесс так называемого эу стресса так называемого хорошего стресса который поможет вам выпрыгнуть буквально и очень быстро попытаться запустить ускорить обменные процессы и восстановить достаточно активно синтез коллагена эластина гиалуроновой кислоты потому что выбрасывается большое количество большое количество так называемых факторов роста выбрасывается большое количество цитокинов которые заботятся о прекращении мелких воспалительных процессов кожи то есть пилинг вещь очень полезная главное правильно и грамотно его делать но если вам нужны подробности посмотрите наш прошлый эфир про пилинги далее еще раз повторяю ботулотерапия то есть введение ботулотоксина препаратов достаточно много врачи про них хорошо знают зарегистрированных в россии достаточно тоже много не нужно только пользоваться незарегистрированными препаратами вот еще повторяю главное главное что делает главное что делает ботулотоксин он расслабляет мышцу с возрастом у нас на лице огромное количество мимических мышц и вообще здесь есть а своя специфика если скелетная мускулатура цепляется костям то здесь один конец мышцы вплетается в кожу а второй конец прикрепляется к лицевому черепу что происходит с возрастом мышца спазмируется и начинает тащить кожу начинает тащить кожу в вниз и кроме всего прочего спазмированная мышца приводит к тому что вот этот залом который она который возникает приводит еще к появлению дополнительных морщин и складок что делает ботулотоксин он отрубает передачу нервного импульса от от нерва который идет к мышце и немножечко замедляет вот это ее сокращение мышцы расслабляются вы перестаете гримасничать так активно и это приводит к тому что немножечко разглаживаются морщины обычно это всегда проблема межбровные морщины лобные морщины и морщины вокруг глаз да очень извините звонки тут очень важно еще и очень важно еще действительно очень дозированно использовать эти препараты на основе ботулотоксина и идти к очень хорошему грамотному врачу дерматологу косметологу косметички то есть люди со средним медообразованием пользоваться колось ботулотоксин не имеют права выбирайте врача но в альтернативах мы поговорим чуточку далее филлеры это то что очень популярно сейчас салонах этим действительно от этого избавляются это позволяет избавиться от морщин что делают филлеры заполняют морщины то есть гиалуроновую кислоту вводят вдоль морщины и она выталкивает дно морщины тем самым выглазглаживая поверхность филлеры и еще воды для того чтобы восполнить утраченный объем с возрастом у нас уменьшается количество гиалуроновой кислоты и объем самой мышцы тоже уменьшается лицо становится как бы уже то есть вот эти пухлые детские щечки которые придавали вам молодость и милость вашему лицу к сожалению исчезают потихонечку и тут мы вводим филлеры для того чтобы немножечко приподнять и разгладить морщины всевозможные нити это нити которые саморассасывающиеся иногда не всегда саморассасывающие водят с помощью специальных инструментов в глубокие слои кожи вокруг нити образуются фиброзные капсулы и она начинает тащить кожу вверх нити своеобразная опора да тоже хороший метод выбирайте хорошего врача чтобы правильно сделать процедуру да это с этим можно этим можно пользоваться но что касательно а филлеров нити и так далее это все же процедура которая рекомендуется уже после 35-40 лет раньше раньше можно но нужно быть очень внимательным и аккуратным не переборщите пластическая хирургия да но здесь опять нужны достаточные показания смотрите внимательно на себя в зеркало если вы уже не можете справиться с какими-либо очевидными проблемами да можно убрать мешки под глазами грыжи можно поправить овал лица но нужно понимать что а пластическая хирургия это уже крайняя история это наркоз следите за своим здоровьем и старайтесь избегать в общем-то мне вмешательство лишнее в свой организм ну и как же мы будем с вами бороться я вам пока изложила причины появления морщин какие они бывают и далее все же нам хочется понимать как от них избавиться достаточно легко и быстро не прибегая к пластической хирургии уколом и прочее если честно я сама прекрасно умею делать уколы я имею ввиду пациентам владею виртуозно всей этой техникой но лично сама я немножко побаиваюсь иглы и честно говоря если есть возможность избежать я стараюсь избежать но тем не менее уколы иногда помогают что мы будем с вами делать в нашем домашнем уходе для того чтобы избавить визуально нас от морщин чтобы наш интерфейс выглядел всегда замечательно и вы были прекрасны и молоды у меня есть здесь ряд препаратов о которых мы сегодня с вами будем разговаривать чуть более подробно первое жидкие патчи биоглоу о них я уже рассказывала еще раз повторяюсь маскировать визуально можно морщины вокруг глаз и не только вокруг глаз а все тонкие мимические морщины с помощью жидких патчей жидкие патчи предназначены для коллекции как раз мимических морщин что делаем просто наносим жидкие патчи на кожу вокруг глаз на лоб носогубки и так далее даем впитаться этому препарату и далее далее уже можем далее можем уже фактически что-нибудь нанести на поверхность кожи из препаратов которые это могут замаскировать эти морщины какими-либо средствами из макияжа ну что в составе этих самых жидких патчей безупречность эффекта мы достигаем несколькими способами первый первый способ это стимуляция естественных механизмов обновления и детоксикации кожи в этом участвует витамин c а витамине c мы с вами говорили в контексте биоглоу я не буду сейчас повторяться он действительно бесконечно необходим кожи и выполняет целый ряд функций посмотрите прошлый эфир неотинамид он же витамин b3 необходим для того чтобы морщины реально разгладились и более того он у нас находится в инкапсулированном состоянии в составе есть еще cell detox специальный препарат французской компании актив точнее сила который способствует детоксикации улучшению экологии внутри клеток это достаточно мощная система вывода такси эндотоксинов из клеток и из кожи в том числе то есть мощный детокс кроме всего прочего еще в составе естественно есть новофтему 2 кислородный комплекс который будет стимулировать локальную микроциркуляцию добавлять кислорода в кожу но еще есть самый главный препарат это мил релаксант который делает для нас фармацевтическая компания dsm это сенейк пептид который является аналогом храмовой змеи который называется храмовая куфи он не токсичен это его лишь аналог он не обладает никаким токсическим эффектом но работают примерно как работают инъекции ботокса то есть блокируют перед придачу нервного импульса и расслабляет расслабляет мышцы вокруг глаз и мышцы которые находятся способствует появлению мелких мимических морщин далее помимо биоглоу есть еще эффективные препараты в нашем ассортименте которым можно пользоваться как вместе с вашим основным уходом так и по очереди так и совершенно индивидуально и так хиты программы из серии эксперт программа молодость и упругость кожи серии эксперт это здесь мы с вами будем как раз конкретно бороться бороться с физи с мимическими возрастными морщинами глубокими возрастными морщинами серии эксперт это программа альтернативного возрождения кожи фактически если у вас есть вот эти шприцы вы можете отсрочить всевозможные экстремальные процедуры в виде инъекционной косметологии которые еще повторяю я за я не против но но нужно понимать и выбирать кроме всего прочего это значительно дешевле в разы но по крайней мере это поможет вам действительно справиться с возрастными глубокими морщины и так елуроник корректор глубоких морщин гиалуроник который диповинку ну да препарат который будет способствовать во первых что в составе я вам уже проговорила про инъекции гиалуроновой кислоты инъекции гиалуроновой кислоты то есть мы вводим с вами гиалуроновую кислоту в дерму то есть вот помните вот этот второй слой кожи где находится коллаген там же находится и гиалуроновая кислота что она делает и зачем она там нужна но прежде всего это тот самый матрасик водный который как про поддерживает упругость кожи изнутри более того это среда в которой мигрируют клетки всевозможные активные вещества которые необходимы для стимуляции процессов кожи если гиалуроновой кислоты нет то этот процесс очень сильно замедлится и более того сдувшийся матрасик уменьшит объем кожи кожа начнет провисать гиалуроновую кислоту в норме в коже синтезируют те же самые клетки что и те которые синтезируют те же самые клетки которые синтезируют еще и коллаген там есть специальные клетки которые называются фибробласты и в сущности наша самая главная задача стимулировать синтез собственного коллагена помимо всего прочего поэтому наш замечательный корректор глубоких морщин будет делать два главных дела первое в составе находятся особые гиалуроновые капсулы они очень маленькие эти капсулы способны провалиться под кожу там где будет присутствовать влага они начинают постепенно раскрываться притягивать к себе воду и увеличиваться в объеме тем самым изнутри начинает выталкиваться дно морщины и фактически вы по факту уже через 30 минут видите разглаженную кожу и рельеф морщины будет заметно заметно сглажен этот эффект будет сохраняться несколько часов и кроме всего прочего максимальный эффект будет где-то часа через два поэтому наносите препарат заранее но это еще не все помимо того что гиалуроновая кислота будет еще интенсивно увлажнять кожу что само по себе и так понятно и возвращать ей конечно тонус и упругость мы с вами обеспечим достаточно пролонгированный результат если вы этим препаратом будете пользоваться регулярно поменьше не менее чем 4 недели минимум 2 но лучше 4 в составе есть пептид который называется синхайкал запоминать не обязательно помните главное как он работает пептид который как раз будет заставлять те самые клетки отвечающие за синтез гиалуроновой кислоты синтезировать собственную гиалуроновую кислоту и где-то через месяц вы получите совершенно потрясающий эффект мало того что вы восполните недостаток гиалуроновой кислоты той гиалуроновой кислотой которая была в капсулах которая у нас внутри кожи будет постепенно раскрываться и выталкивать морщины мы запустим синтез собственной гиалуроновой кислоты и примерно через 4-4 недели восполним ее дефицит в коже фактически вы получите двойной эффект первый мгновенный эффект за счет тех самых гиалуроновых капсул второй пролонгированный эффект за счет пептида который будет заставлять клетки синтезировать собственную гиалуроновую кислоту ну естественно в составе есть кислородный комплекс куда нам без него на вафтему-2 мы будем стимулировать микроциркуляцию мы будем улучшать снабжение кожи кислородом давать ей дополнительную энергию а энергия как раз нужна для работы клеток фибробластов дополнительные которые будут отвечать за синтез гиалуроновой кислоты ну естественно витамин С куда мы тоже обычно его применяем в составе в составе наших средств почти везде и всегда поскольку мы с вами помним как он необходим для кожи и как его дефицит пагубно сказывается на ее структуре плотности и строения следующий концентрат который мы с вами рассмотрим это концентрат для глубоких морщин фактически пептидный комплекс с топ морщином та самая альтернатива ботоксу фактически здесь тоже есть мощный миорелаксат с самой максимальной допустимой концентрации мы постарались сделать его максимально эффективным что он делает в составе еще повторяю тот самый син эйк на самом деле он пришел в косметологию и делает его еще повторяю швейцарская компания ДСМ это фармацевтический концент который делает достаточно много препаратов для реальной клинической медицины изначально аналог яда храмовой куфии тот самый пептид использовали в анестезиологии для чего? для того чтобы делать так называемый это как примедикация для наркоза интубационный наркоз который вводится в трахею нужно мышцы трахеи расслабить и чтобы не повредить каким-то образом или уменьшить какие-либо последствия после интубационного наркоза фактически сначала вводят миорелаксант вот этот миорелаксант применяют до сих пор очень активно в клинической медицине но обнаружилось что на самом деле он еще прекрасным образом расслабляет еще и мышцы лица поэтому в составе нашего препарата мы используем миорелаксант уже адаптированный для косметологии который является тем же самым аналогом ужасно ядовитый змея который называется яд который раньше использовался в медицине ну а сейчас это синтетический аналог который не обладает никакими токсичными свойствами кроме всего прочего он достаточно быстро осуществляет процесс миорелаксации он расслабляет мышцы но не так как это происходит после уколов ботокса когда у вас на лице просто застынет маска и будет взлетят брови и будет специфическое выражение лица как раз вы сможете выражать эмоции но зато мелкие морщинки перестанут так активно образовываться к сожалению совсем избежать этого будет невозможно но тем не менее иначе вам действительно придется зафиксировать выражение лица и перестать радоваться жизни во всяком случае отображать эти радости на лице итак мы остановим формирование мимических морщин с помощью миорелаксант но это тоже еще не все естественно мы хотим чтобы эффект был долгим и пролонгированным да мы получили эффект расслабления кожи но мы хотим чтобы не образовывались дальше мимические морщины и не хотим чтобы вот этот процесс провисания дерма шел очень активно помните вот эту картинку вот она опаньки оторвался этот самый дерма от эпидермиса оборвался якорный коллаген и началось провисание кожи в составе опять тот препарат то есть самого швейцарского концерна ДСМ который называется синтакс это революционный ингредиент который как раз будет отвечать за укрепление дерма эпидермального соединения то есть мы уменьшим зазор и прекратим обвисание кожи мы заставим кожу производить большее количество коллагена типа 7 якорного коллагена укрепим это дерма эпидермальное соединение и кроме всего прочего то есть прекратим образование тех самых провалов кожи и образование морщин поэтому прочность кожи будет обеспечивать дополнительный пептид синтакс который так и называется ну естественно в составе естественно есть новофтемо 2 который опять будет стимулировать микроциркуляцию который будет за счет кислорода обеспечивать дополнительной энергией и вы фактически получите максимальный результат сколько и как часто пользоваться этими препаратами этими шприцами ну и как пользоваться пользоваться постоянно и регулярно если честно может все время наносить нам давать впитываться и дальше использовать ваш препарат когда применять но все что касательно ботокс лайк препаратов лучше вечером потому что вы в этом спите вы и так расслаблены эффект будет лучше если вы используете его на ночь что касательно препаратов с гиалуроновой кислотой это утренний препарат он увлажнит кожу и обеспечит вам достаточную влажность ее но у нас есть еще один шприц ну почти шприц это средство для глаз это uplift eye то есть крем для век который будет как раз убирать темные круги под глазами и обеспечивать вам расслабление и обеспечивать вам исчезновение морщин мимических вокруг глаз здесь есть тоже пептиды которые тоже обязаны укрепить кожу вокруг глаз и немножечко приподнять угол внешний угол глаза чтобы уменьшить эффект падающего века кроме всего прочего кроме всего прочего препарат прекрасно будет увлажнять и питать кожу и укреплять тончайшую кожу которая находится вокруг глаз ну и фактически про шприцы наверное все но я хочу вам напомнить про нашу достаточно старую серию мы выпускаем ее несколько лет но это мой фаворит и считайте что ее делала для себя серия риноваж риноваж вот здесь находятся как раз те самые пептиды которые уже через неделю то есть укрепят дермальный матрикс то есть фактически изначально пептиды делали применяли для того чтобы после операции после вмешательства операционного как можно скорее регенерировать кожу чтобы как можно скорее прошел процесс заживления фактически точно так же работают и эти пептиды это пять пептидов активных которые делает Барселонский Сантифик Парк компания Инфинитек в течение недели они запускают процессы укрепления собственного дермального матрикса кожи кожа кожа укрепляется и фактически вы будете иметь плотную кожу запустится процесс синтеза коллагена типа 1 того самого столпа который ее кожу поддерживает изнутри фактически там есть активный ингредиент который будет стимулировать еще и синтез эластина кожа будет растягиваться сокращаться она обретет ту самую упругость кроме всего прочего в составе есть еще пептид который как раз отвечает за укрепление дермоэпидермального соединения и будет способствовать синтезу коллагена типа 3 и типа 7 то есть уникальный препарат максимальная концентрация как этих всех пептидов как раз в ночном креме крем архитектор отсюда его и название потому что он восстанавливает архитектуру дермо изнутри достаточно быстро пользоваться им нужно минимум два месяца ну а так время от времени к нему возвращаясь именно желательно курсом но еще повторяю препарат очень активен очень действительно эффективен и вы действительно увидите эффект достаточно быстро фактически то что нужно у нас есть немножко времени чтобы я могла ответить на ваши вопросы вопросов много если на что то я что то я упущу мы сделаем отдельный эфир ответов на вопросы эти вопросы мы с вами обсудим отдельно если вдруг я что то не успею сегодня рассказать и так как правильно использовать эти средства курсом утром вечером постоянно и так далее возникает ли привыкание как часто использовать как правильно итак я вам сказала что крем который содержит миорелаксант его применять лучше точнее шприц который предназначен для глубоких морщин его лучше применять вечером гиалуроник который содержит сферы гиалуроновой кислоты его лучше применять утром использовать желательно хотя бы курсом не менее месяца но здесь вы должны еще ориентироваться на возраст если вам больше 45-50 используйте не менее чем 2 месяца у кожи хуже работают резервы восстановления поэтому здесь необходимо здесь необходимо по крайней мере некое время чембо моложе чем стим быстрее будет эффект можно постоянно пользоваться да конечно можете постоянно пользоваться можете использовать курсом можете применять время от времени и так далее можете производить постоянно не проблема в каком возрасте можно начинать и применять шприцы шприц из гиалуроновой кислоты можно применять с 30 где-то лет шиш ну собственно и с ботоксом тоже 30-35 лет это начало применения Тогда, когда уже становятся относительно очевидными те самые мелкие мимические морщинки. В каком возрасте, как долго длится эффект жидких патчей? Можно повторять в течение дня или уже не будет такого эффекта? Но можете повторять в течение дня, просто у вас на лице макияж и правила нанесения препаратов, мы помним, наносим на чистое лицо. Поэтому смотрите сами, если у вас есть возможность умыться и все заново сделать, пожалуйста. Всякие упражнения для лица помогут избавиться от морщин. Но да, есть фитлифтинг, особые упражнения, букальный массаж. Их приемы мы можем вам отдельно потом обучить на отдельном эфире. Это действительно поможет вам избавиться от морщин и поддержать тонус мышц. Но у нас еще есть куча гаджетов. Посмотрите внимательно, вы можете сочетать с этими препаратами, о которых я уже сегодня вам рассказала. Они усилят эффект от применения, их применения. Итак, еще раз. Мусс с энзимами может заменить пилинг? Да, вы можете применять его регулярно. Там есть в составе энзимы гранаты и которые лактобактерии, которые с одной стороны будут действительно убирать отмерзшие клетки, а с другой стороны восстанавливать микробиом кожи. Очень-очень мягкий, очень хороший препарат, мы его очень любим. В компании средства для губ увеличивающие, и можно для щек придумать что-то подобное. Шприц с гиалуроновой кислотой. К сожалению, губы увеличиваются за счет активации микроциркуляции и расширения сосудов. Если мы подобное сделаем для щек, это другой совершенно механизм действия. Щеки могут покраснеть, но объем их не увеличится. Не получится. Жидкие патчи для 35+, да, я вам ответила. 30-35+, можете начинать применять. Шприцы можно применять одновременно. Вы хотите нанести сначала шприц с гиалуроновой кислотой, потом шприц с ботулотоксином. Лучше не надо. Они просто скатаются у вас все с поверхности кожи. Кожа просто не воспримет такого количества крема. Лучше сначала один, потом другой. Вечером ботокс, утром гиалуроник. Или наоборот. Хоть как вам удобно. Но мое мнение таково. Вечером ботокс, утром гиалуроник. Далее, еще препараты от морщин. А, был еще вопрос про серию... Есть еще одна серия, о которой тоже стоит помнить, которую тоже можно сочетать с нашими шприцами. Это серия гардериков, в которой есть стволовые клетки гордения. В данном случае стволовые клетки, это клетки, которые помогут коже, в общем-то, собрать весь свой ресурс на восстановление и на синтез новых клеток. И клетки гордения помогут в сочетании с нашими шприцами сделать кожу более упругой и более гладкой. Во всяком случае, еще раз повторяю, это дополнительный ресурс для восстановления кожи. Поэтому сочетать можно как с соревноважем, так и с серией гардерия. Если вам всего лишь где-то лет 30, то не забывайте про серию проликсир, которая сама по себе тоже прекрасна. В составе серии проликсир есть пептид, который борется со старением хромосом. Помните теорию теломер? Я как-то про нее рассказывала. В составе есть пептид, проликсир, действие которого основано на Нобелевской премии 2009 года, которая дана за обоснование старения организма и кожи в том числе, основанную на теории теломер. Что такое теломера? Помните, как устроен хромосома? В конце каждой хромосомы есть такие шапочки. Обычно на картинках изображают их красного или желтого цвета. Эти самые шапочки, они, каждое деление клетки уменьшает их в размере. Обычно в этой жизни все предопределено. Все клетки нашей кожи и организма тоже могут делиться всего лишь 50 раз. И вот эти вот теломеры должны сократиться. Но есть факторы, которые способствуют сокращению теломера значительно быстрее и интенсивнее. Это курение, избыточный вес, это стрессы, это хронические заболевания и так далее. И вот американские ученые доказали, что с этим можно бороться. Если мы сократим сокращение теломера, то сохраним клетки кожи в более молодом возрасте, в биологическом молодом возрасте, долгий период времени. Так вот, в средствах пролексира есть тот самый пептид, который препятствует сокращению теломера. Поэтому берем шприцы, берем подходящую по возрасту линию антиэйдж, сочетаем вместе и прекрасным образом справляемся с морщинами. И фактически, фактически прекрасная терапия антивозрастная. 30+, 40+, 50+. Ну и возраст здесь вы можете сочетать, если вам 50, вы можете прекрасно использовать препараты из серии пролексира или гардерика. Если вам 30, можете прекрасно использовать препараты из серии пролексира и гардерика тоже. Здесь жестких ограничений возрастных нет. Итак, еще есть вопросы. Океанум сочетается со шприцами эффективно или проигрывает реноваж? У них разный механизм действия, абсолютно разный. Я предлагаю вам сначала воспользоваться реноважем в течение двух месяцев, а потом перейти на океанум, еще дальше пользоваться океанум. Или взять условно дневной крем океанум и ночной крем от реноваж. Вы получите двойной эффект. У них разный механизм действия. Они действуют на разные точки, которые отвечают за восстановление кожи. Вы никаким образом не будете противоречить этим процессам. Но, еще раз повторяю, они разные. Они по-разному работают. Ведь процесс старения и организма, и кожа в частности, это очень многофункциональный, многофакторный процесс. Объединить это все в одном препарате невозможно. Мы стараемся делать точечные препараты, которые будут как раз блокировать те или иные механизмы. Поэтому объединяйте все эти препараты между собой. Поэтому на сегодняшний день и вопросы иссякли, и все, что я знала про морщины, я вам рассказала. Последний вопрос. 60+, реноваж или матридженик? Я бы начала с реноважа. Еще повторяю, у них разный механизм действия. У реноважа матридженикс. Реноваж 2 месяца. Дальше матридженикс 2 месяца. Чередуйте и сочетайте со шприцами. 65+, то же самое. Сначала реноваж. Нам нужно укрепить кожу. А матридженикс, он запустит заснувшие фрагменты в хромосомах. То есть запустит активность хромосом, и вы опять будете выглядеть моложе. Но еще повторяю, механизм действия на процессы восстановления и антивозрастные процессы у этих препаратов разные. Поэтому они противоречат друг другу. Еще повторяю, возраст это не очень жесткие границы. Кому-то, может быть, реноваж понадобится и раньше, лет 40. А кому-то и в 50 еще будет рано. Хотя, вряд ли, но тем не менее. Итак, дорогие друзья, я бесконечно рада вас видеть на всех наших эфирах. Присоединяйтесь к нам достаточно регулярно. И на сегодня все. Улыбайтесь и не бойтесь появления мимических морщин. Это выражение вашего веселого нрава, их доброго характера. Морщины – это не самое страшное, что может появиться на лице. И потом никто не замечает особо морщин, если вы действительно счастливы в этой жизни. Будьте счастливы, будьте здоровы. Ухаживайте правильно за собой и наслаждайтесь нашими новыми препаратами. А потом наслаждайтесь своим прекрасным внешним видом, интерфейсом в зеркале. Хорошего вам дня, хороших выходных. И я надеюсь, что мы скоро с вами снова увидимся. Всем до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!